МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С чем я вас очень сердечно поздравляю и желаем вам хорошего, богатого урожая. Но в рамках нашей передачи мы хотим все-таки поговорить с вами сегодня о правовых различных коллизиях, потому что с каждым годом у нас только увеличивается количество законов новых, штрафов, как его увеличивается, сумма этих штрафов, различные постановления. И поэтому в рамках этой передачи у нас сегодня прекрасные гости-эксперты, и разрешите нам их представить. У нас сегодня в гостях Валентина Николаевна Титова, старший прокурор отдела Тверской областной прокуратуры, советник юстиции. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. И, конечно же, наш постоянный эксперт-адвокат Оксана Дмитриева. Здравствуйте. Уважаемые эксперты, вот у нас с вами озвучена тема. Я хочу вас попросить, чтобы мы для наших с вами зрителей, слушателей, подробно попытались рассказать, что можно делать на своем участке, а чего точно вы не рекомендуете, чтобы не допустить тех или иных ошибок. У нас, как я вам сказала, уже с каждым годом увеличивается количество различных законов, и люди с правовой точки зрения очень много теряются. Огромные дискуссии в интернете ведутся на эту тему. Кому-то, кто-то говорит, это для меня закон, кто-то нет. И вот это вот постоянные споры между соседями. Часто очень немногие задают вопросы. Поэтому, несмотря на то, что каждый год их все много и много, но в рамках нашей передачи я предлагаю рассмотреть пока 9 вопросов. И если у нас появятся еще запросы на эту тему, безусловно, мы вернемся к этой теме. Я хотела бы начать вот с такого. Давайте сразу проясним. Потому что, когда выходит тот или иной закон или постановление, или когда начинается какая-то дискуссия о каком-то новом штрафе, люди сразу начинают говорить, а как это относится ко мне? Почему? Вот, например, я как бы также живу в частном секторе, у меня частный собственный дом, и статус моей земли – это ИЖС, то есть индивидуальное жилищное строительство. У кого-то это может быть инсенте, в народе мы называем дачники. Кто-то – это ЛПХ, то есть личное подсобное хозяйство. И вот, когда у нас выходит закон, все говорят, это для дачников. Ко мне это не относится. То есть только для ИСНТ. Вот как правильно понимать? Я сама иногда читаю закон, где действительно прописано, что да, это только для ИСНТ. А в большинстве случаев вот этот термин, категория статус земли, он нигде либо вообще никак не указывает. То есть это значит, по умолчанию мы должны понимать, что это относится к любой категории. Оксана, можно вам тогда, да, приобрести? Я отвечу так, что однозначно даже юрист не ответит. Нет единообразия среди моих коллег относительно понимания ряда законов. Но могу сказать так, что большинство законов применимо все-таки ко всем владельцам земельных участков, а не только к владельцам участков ВСНТ. Я думаю, что мы сегодня подробно поговорим в процессе нашей передачи о том, что и к кому относятся. Конкретно, что к кому относятся. Потому как некоторые законы, они действительно созданы исключительно для владельцев участков ВСНТ, а иные распространяются абсолютно на всех. Хорошо. Так вот, давайте тогда начнем с такого очень знаменитой поправки, которая наделала огромного шума в интернете. И я хочу сказать, что и у нас в чате соседи активно распространяли фото этого цветочка. Это просто стала поправка в феврале месяце, не успокаивалась месяца два. То есть это просто уже мем. Потому что в феврале 2024 года власти у нас несли поправку в антинаркотический закон и добавили в него растение, запрещенное к культивированию. Вот такой вот замечательный цветочек, который может даже никто не знает, как он называется, но теперь уже знают все. В народе мы называем его венок, а если у нас по-научному, то это ипомея трехцветная. Валентина Николаевна, наверное, как вам, представители прокуратуры, поясните, пожалуйста, людям, что им грозит за любовь к этому цветочку. Потому что людей реально напугало то, что там есть серьезное наказание за это. И вот давайте проясним людям. И сразу сделаем поправку. Это относится ко всем владельцам, независимо от статуса земли. Так и вернемся в начало о том, что да, действительно, постановление правительства, которым определен перечень растений, которые у нас содержат наркотические средства и психотропные вещества. И контроль за распространением, который у нас на территории Российской Федерации установлен, внесены изменения. Добавлено там три растения в том числе. Ипомея трехцветная, которая в народе называется венком. И, соответственно, их культивирование, выращивание запрещено на территории Российской Федерации. Вместе с тем стоит отметить, что именно вот этот вид этого растения, то есть венок, это мы говорим обо всех растениях, которые к этому виду относятся. А в юнкете бывают разные и, соответственно, называются они по-разному. Вот в этот перечень у нас попал только ипомея трехцветная, то есть яркий цветочек, однолетний у нас на территории Российской Федерации. Вообще в других странах и более теплом климате он многолетний является. Любят его дачники за его неприхотливость и яркость, наверное. Конечно, если честно, до передачи я не знала, что есть такие красивые виды этого растения. То есть, соответственно, я привыкла, беленькие, светло-сирененькие. Так, поправка вообще надела большие шумы. Более бледненькие, да, такие. Соответственно, вот такие, их как, если они есть на участке, то, пожалуйста, дальше можете выращивать. Соответственно, именно вот этот вид, а можно в интернете посмотреть, как он выглядит, соответственно, очень, конечно, красивый, но, к сожалению, мы его выращивать ни на территории СНТ, ни на территории ИЖС, ни даже в горшочке дома у себя в квартире не можем. Соответственно, этим же постановлением правительства определен количество этого растения, которое относится к крупному и особо крупному вреду. То есть, соответственно, до 10 кустиков этого растения это, ну, как бы просто, там, административная ответственность подлежит. От 10 до 100 это крупный размер, и свыше 100 это уже особо крупный. Соответственно, крупный и особо крупный размер определяются для возможности привлечения лица, которые культивируют такие растения, к уголовной ответственности. Ну, соответственно, штрафы там и другие виды наказания соответствующие. Слушайте, ну, вот, например, пожилой человек, да, но она, может быть, не ознакомилась, не успела в интернете с этим, но неужто бабушку накажут за то, что она просто по привычке это делала десятилетиями? Ну, не знание закона нас не освобождает от ответственности, но в данном случае тут... Предупредительный характер возможен какой-то? Не имеет смысл еще и умысел, как бы... Я же не думаю, что бабушка какая-то 70-80-90 лет будет выращивать это с каким-то умыслом. Тут все индивидуальный подход, и, соответственно, если такой случай вдруг возникнет, соответственно, будет определено уже, ну, исходя из конкретных обстоятельств дела. Вот. Ну, то есть я вот услышала главное, что даже на балконе тоже выращивать нельзя. Нет. Уважаемые зрители, если можно, вопрос задам, Валентина Николаевна. А что касается приобретения, хранения, перевозки вот этих, той же самой импоми, они наказуемы или нет? Ну, соответственно, все будет наказуемо, да, потому что оборот этого растения, соответственно, я в статьях вообще несколько находила мнение о том, что весь этот цветок является наркотически содержащим, и, соответственно, ничего нельзя никаким образом. А видела, что семена именно являются вот, ну, содержателями этих веществ, соответственно. Но однозначно, что его продажи и приобретения семян и так далее, выращивание, все это... А что это только сейчас узнали об этом? Ну, включение в уголовный кодекс различных действий, которые будут подпадать под запрет, у нас не только связано с тем, что есть там запрещенные вещества или нет, но и от распространения этих действий в обыденной жизни, соответственно, в связи с включением в перечень новых видов растений, соответственно, лица, которые целью своей деятельности является заготовка таких веществ. Да, это если мы говорим действительно о замысле. В общем, уважаемые зрители и слушатели, вы должны запомнить, что за любовь к этому цветочку вам грозит уголовная ответственность. Это, я думаю, что должны понимать каждый, поэтому я всем рекомендую внимательно посмотреть, как выглядит ипомия трехцветная в интернете картинка, да, чтобы не столкнуться с неприятностями по данному вопросу. Вот это вот нам очень Валентина Николаевна, я так понимаю, рекомендую, да, если кто-то захочет вырастить его даже дома, то прошу, пожалуйста, тоже не стоит этим рисковать. А сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу и потом вернемся к нам в студию и продолжим наш разговор. Еще раз здравствуйте, это программа «Тема дня» и наша рубрика «Городская среда». С вами я, Александра Гонопатия. Мы возвращаемся после рекламной паузы в нашу студию и еще раз вам представлю наших гостей сегодня в студии. У нас сегодня в гостях Валентина Николаевна Титова, старший прокурор отдела Тверской областной прокуратуры, советник юстиции. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт-адвокат Оксана Дмитриева. Уважаемые гости, давайте вернемся к нашей теме, то есть готовы ли мы к дачному сезону. И второй у нас с вами вопрос, тоже очень такой щепетильный, это просьба людей, то есть все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, это запрос людей, это те законы, которые набирают очень большой спрос, запрос у нас в интернете. И, наверное, Оксана, наверное, сразу начну вам как бы адресовывать. И отчасти тоже меня это интересует вопрос. Вот смотрите, часто люди путают. Вот покупает человек себе участок, земельный участок. Предположим, сейчас я буду вам говорить ИЖС, потому что это даже вот мой пример, в том году было перераспределение к моему основному участку, 5 соток. И на этом участке, то есть он очень сильно заросший, там это какая-то стихийно образующая такое лесное награждение, но это не лес. И, соответственно, там прорастают березы, все это очень плотно, борщевик, различные кустарники, абсолютно сорняк. И больные березы вот эти стоят, уже где-то повалившиеся. И, соответственно, перед человеком стоит вопрос, да, вот ему надо расчистить этот участок, в первую очередь освободить и убрать все больные деревья, растения, сорняк и так далее. Допустим, у кого-то кто-то хочет посадить какие-то новые благородные сорта, там хвойники или еще что-то. Кто-то задумал, допустим, постройку какую-то осуществить, да, на этом участке. Да, в общем-то, ну, человеку может быть разу запрос, это его участок. Вот в этом случае необходимо ли идти в администрацию и брать порубочный билет? Александра, я начну традиционно с общих правил. По общему правилу у нас есть права собственника, которые закреплены законодательно. Он может владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Ну и, соответственно, что касается земельного участка, то собственнику принадлежит и то, что расположено под земельным участком, и то, что расположено над ним, то есть те самые деревья, о которых мы говорим. Ну, разумеется, приобретая участок для индивидуального жилищного строительства, построить дом на деревьях невозможно, наверное, неправильно. Ну, конечно, возможно, при каких-то определенных обстоятельствах, но это не наш случай. Конечно же, эти деревья срубать можно. Опять же, повторюсь, правило общее, потому что земельные участки могут располагаться и в определенных зонах. Например, это земли лесного фонда или земли особо охраняемых природных территорий, они, естественно, есть и в Турской области. Вот в таких случаях я настоятельно рекомендую собственникам обращаться в местную администрацию, потому что только они, как никто, знают, где какие земли расположены. Потому что, может быть, ну, к примеру, ситуация, какая-нибудь кадастровая ошибка или еще что-то, к вашему земельному участку примкнули несколько метров земель лесного фонда, на которых без порубочных билетов уничтожать деревья нельзя. Зачем вам это нарушение? Я предлагаю обращаться с запросом в местную администрацию и спросить, нужен ли мне порубочный билет, да, необходимо ли мне совершить еще какие-то действия для того, чтобы я не нарушила законодательство. Тем самым вы защищаетесь на будущее, на случай, если к вам придет какая-то проверка и спросит, а где же ценные породы деревьев, которые у вас росли, а вы о них не знали. И в этом случае, если администрация ответит, нет, ничего не нужно, вы спокойно вырубаете эти деревья, которые вам мешают, помещаете туда новые, ну и так далее. Вот коротко таким образом. Хорошо, а как вот самому человеку понять, находится его земельный участок в лесном массиве или не находится? Я не стала бы понимать это самой, я опять же повторюсь, я рекомендую обратиться в администрацию. Тинька, у вас есть что дополнить? Я поддерживаю в данном случае. Тут даже не столько знаем мы, что на нашем участке проходят эти земли лесного фонда, даже если они рядом где-то есть, я бы всегда обращалась в администрацию. Да, даже если будет отказ и администрация скажет, что они не должны давать разрешения, соответственно, у человека будет бумага, которая подтверждает то, что администрация так сказала и как бы не... На основании этого я действую, да? Да, соответственно, умысла, если вдруг при дальнейшем разбирательстве каком-то и каких-то вопросов, соответственно, у человека всегда есть бумага о том, что администрация посчитала, что в данном случае нарушения нет. Потому что не все же у нас располагают специальными познаниями, да? Например, иногда дерево особо ценных пород выглядит весьма неказисто, и можно по незнанию такое дерево уничтожить, а окажется потом, что его причинили ущерб окружающей природной среде. Я просто только знаю, что страфы очень большие за это. Возраст растений, в принципе, тоже влияет на их возможность или невозможность спилить, соответственно, более взрослые и старые породы, если они не являются аварийными, соответственно, ну тоже как бы возможно получить запрет дна, спил это в дерево. Хорошо, хорошо. Я думаю, мы прояснили этот вопрос. Ну и тогда у меня третий к вам вопрос, да? Расскажите нам, пожалуйста, что это за новые правила на земельный налог, который у нас начинает действовать с 1 января 2024 года, уже действует. То есть мне вот известно, что изменились правила подачи уведомления для расчета земельного налога. Теперь необходимо указывать площадь всех построек на участке, а также их кадастровый элементарный номер. В удовлении необходимо учитывать как жилые, так и нежилые постройки. Вот этот последний мне момент, конечно, удивил, потому что раньше, насколько я помню, нежилые постройки мы не регистрировали. Все это действительно так, если в очень общих чертах. Ну, естественно, законодатель это сделал для того, чтобы снизить в первую очередь налоговую нагрузку, поскольку у конкретного собственника могут находиться такие объекты, которые расположены, и они, естественно, снижают ставку налога, и вроде бы как законодатель озаботился именно этим моментом. Серьезно? У нее столько увеличиваются налоги, потому что вот они пропорционально на землю выросли в огромном количестве, да? Ну, здесь согласна. Вот я не готова сейчас пока говорить именно по ставкам, какая будет конкретно, но действительно изменения в налоговый кодекс внесены, и такое уведомление подается. Она рассматривается налоговым органом в течение 30 дней, но при необходимости дополнительной проверки этот срок может быть увеличен, и в конечном итоге заявитель получит ответ на свое обращение, где будет установлено, изменится у него ставка земельного налога или нет. Вот еще встречала в литературе такой момент, что пытается законодатель таким образом еще и систематизировать наличие объектов на земельных участках, потому что очень часто они регистрируются постройки, например, те же самые нежилые, и начинают строить дорогу, и выясняется, что на пути следования строителей располагается земельный участок с значительным количеством построек. И чтобы таких сюрпризов не было, пытаются каким-то образом все это упорядочить. Как это будет работать, непонятно, потому что изменения вступили еще пока только в 2024 году. Насколько я знаю, уведомления мы получаем, наверное, где-то к декабрю определенные налоговые, которые мы должны заплатить. И если гражданин желает каких-то изменений в своих ставках, то ему, естественно, можно уже и сейчас этим озаботиться. Хорошо, я вот тогда все равно не понимаю вот этот момент, что мы считаем жилы-нежилы. Дом понятно, баня понятно, гараж это жилое-нежилое помещение. Нежилое. Ну, теперь мы его регистрируем, правильно я понимаю? Если хотим снижение ставки, то да. А чего мы снижаем таким образом? Какую ставку мы снижаем? Ставку налога земельного. Именно земельного? Именно земельного, да. Конечно, не на объекты, если речь об этом идет. Нет, речь идет именно о ставках земельного налога. Ну, с учетом того, как она выросла, конечно, наверное, вот, уважаемые зрители и слушатели, вот, отметьте для себя этот момент, если земельный налог действительно для вас очень применителен, то лучше... Ну, то есть получится так, смотрите, на одном земельном участке получится, может быть такое, что несколько ставок земельного налога, потому что разные виды участков. То есть под объектом это будет одна ставка, та, которая используется, ну, допустим, для сельскохозяйственной цели, там будет другая. Ой-ой-ой, как все запутано. Да, я вот не знаю. Мне кажется, мы еще вернемся к этому вопросу. Я думаю, что ему можно будет посвятить даже, возможно, какую-то часть наших будущих программ, потому что я, честно скажу, пока не видела эти дела. Я понимаю, что сейчас просто еще практики такой нет, потому что с 1 января только ввели, да? Да, да, да. И действительно ли это все так, как заявлено законодателем? Потому что я бы посчитала, прежде чем обращаться с таким уведомлением, действительно ли будет уменьшение налоговой базы общей, да, или повлечет наоборот ее увеличение. Вот больше всего-то люди говорят, что они опасаются, что только увеличение. Вот они абсолютно не верят в его уменьшение, да? В любом случае, все это подлежит обязательно официальной публикации. На сайтах налоговых органов эта информация есть, и я ее видела, то есть в основном налоговая инспекция извещает граждан. Опять же, если есть какие-то вопросы, у нас налоговая инспекция, насколько я знаю, это даже обязанность, она обязана консультировать граждан по вопросам, которые у них возникают. Поэтому можно обратиться в налоговый орган по месту своего жительства. Я думаю, надо будет отдельно передать сюда, да, то есть как бы делать, потому что запросы очень серьезные, вот ко мне обращались, да, чтобы я позвонила. Ну, конечно, это денежный вопрос. Денежный вопрос, конечно. И я должна просто сказать, что у нас и штрафы растут, да, и налоги растут, и это вот, мы идем к такой тенденции. Ну, и хотела бы вот вам тоже задать вопрос, это тоже извечная такая тема для всех дачников, вообще для тех людей, которые живут на земле, да, и тема моя, вопрос мой свечет следующим образом. Расскажите нам, пожалуйста, о новом виде штрафа за неправильное хранение удобрения. Честно хочу вам сказать, что раньше я к этому как-то относилась спокойно, пока тоже в жизни не столкнулась, когда, допустим, там привозят машину навоза, да, выгружают ее, неважно, зимой или летом, оказывается, от температурного режима запах всегда неприятный, стоит в течение недели, да. Да, и вот это вот, когда я первый раз с этим столкнулась, думаю, ну ладно, там один-два дня можно потерпеть, но он прям такой, знаете, вот очень неприятный и серьезный запах этот, да. Как-нибудь не свежий воздух получается. Ну, вообще не свежий, да, вот мягко скажем, не свежий, а он на природе очень хорошо ощущается, да, там, и, соответственно, вот давайте нашим зрителям, слушателям подробно объясним, как вообще хранить, что хранить, и что не рекомендуют, и какая вот размера штрафов на сегодняшний момент. Я бы здесь в первую очередь разделила бы все-таки удобрения на минеральные и органические, я думаю, что люди, которые близки к этому, они знают, в чем разница. Нет, давайте проясним. Что такое минеральные? Нет, ну я понимаю, что органические... Это те, которые мы покупаем в магазинах, в упаковках. А органические это мы поднимаем. Это как раз тот самый навоз, торф, перегной, да, перегной и так далее. Да, да, перегной и так далее. Да, и что касается тех, которые мы приобретаем специализированные торговые сети, то на каждой упаковке этого минерального удобрения всегда есть инструкция. Производитель четко определяет, при каких условиях не только использовать данное удобрение, но и как его хранить. Еще класс опасности, насколько я помню. Класс опасности, конечно. И там достаточно много, кстати, информации, просто нужно читать. И что касается минеральных удобрений, то к ним довольно жесткие требования хранения, они должны находиться в закрытых помещениях, никакой влаги не должно туда поступать, ну и так далее. Все это сделано для того, чтобы они не поступали в водоемы, на соседние участки и так далее. И никаким образом не причиняли вред окружающей среде. Что касается... Мне кажется, это больше все-таки, наверное, относится к ЛПХ, да, тот, кто занимается все-таки такой сельскохозяйственной деятельностью, потому что... Но владельцы участков СНТ, они же тоже используют удобрения. Ну, их не покупают в таких каких-то... В таких количествах нет, но они все равно есть. И иногда бывают настолько вредные для окружающей среды удобрения, что к ним тоже нужно относиться достаточно внимательно. Вот. А если вернуться к органическим удобрениям, то есть навоз, торф и так далее, то для них тоже должны быть созданы специальные площадки, которые должны избавить и от того, чтобы они перемещались в жидком виде после дождей на соседний участок. Да, да, да. Потому как у них есть такое свойство, да, чтобы они не источали вот тот самый неприятный запах, о котором мы говорили. И эти все требования достаточно подробно прописаны. То есть желающий может ознакомиться с ними даже в сети интернет, они очень подробные, там несколько страниц, и, естественно, мы не будем посвящать этому передачу, просто нужно знать, что они есть. Да, то есть потому что здесь вот штраф, я хочу сказать... Да, от 3 до 7 тысяч, может быть, кажется, что не так велик этот штраф, но, с другой стороны, зачем его платить, когда в этой же окружающей среде живут сами граждане. Ну, если за сезон это сделать несколько раз, то это уже получится. Да, это и сумма будет приличная, но и зачем загрязнять свои участки чужие, все же можно использовать разумно. Хорошо, вот давайте еще тогда вернемся вот к такому моменту, проговорим некоторые вот эти штрафы, да, то есть проясним людям, потому что это уже нерекомендательный характер, и тем не менее, у нас вот кроме перечисленных всяких нововведений в этом году будут действовать и другие правила, принятые ранее или уже устоявшиеся, да, и вот за что могут оштрафовать наших садоводов, любителей, дачников, вообще просто люди, которые живут на земле. Свалка мусора на участке, что понимать под этим словом, да, то есть у нас здесь теперь штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Вот свалка мусора на участке, вот у меня ИЖС, ЛПХ, СНТ, вот как мы в первый раз, да, в самом начале, начали передачу нашу с этого говорить, вот ИЖС, да, свалка, что понимается под слово свалка? Вот мне задают вопрос люди, да, а что такое свалка? Вот у меня остался строительный мусор, условно говоря, я его планирую вывести там, да, в следующем сезоне. Там, не знаю, там дерево, там, может быть, блоки какие-то там, да, и так далее, и тому подобное. Все это организовано и сложено на своем участке. Является ли это свалкой, если это находится на моей территории? Если организовано и сложено, то, конечно, эта свалка не будет. Вот что, пожалуйста, свалка это какой мусор? Вот как это объяснить? Нет, это любой мусор, разве нет? Все, что является отходами производства и потребления, да? Нет? То, что, наверное, разлагается, я так понимаю, да? Ну, это как раз органические отходы. Нет, ну, вот у нас, мы же тоже видим иногда, допустим, там, когда у нас, ну, мусорки, да, выносят там, когда переполнено, да, то есть там появляются антисанитарные нормы, да, там крысы бегают, еще чего-то, еще чего-то. Ну, вот в этом случае-то я понимаю. Просто здесь просят люди четко объяснить, что такое свалка, да, то есть, потому что, когда идет строительство дома, люди организовывают где-то там небольшой закуток, да, куда складывают, либо планируемые материалы в дальнейшем используют, там, под сарай, там, или еще что-то. И так же я, допустим, да, его использую. Так не свалка, это полезный мусор, это полезные вещи. Да, ну, вот чтобы люди понимали, что... Ну, в моем представлении свалка мусора, это, например, несколько мешков с мусором или пакетов полиэтиленовых, которые находятся в куче, нет? Не знаю. Я просто сразу, у меня, вот, правда, просто картина такая рисуется, но вот в глобальном смысле свалка, да, туда в одно место приходят, все сваливают, сваливают, сваливают всякий разного рода мусор, и он там годами лежит. Вот это я понимаю, да. Ну, нельзя же, чтобы такой мусор находился еще и рядом с земельным участком собственника, и, насколько я понимаю, на нем тоже. Так, в общем, следим за чистотой своего участка, как я понимаю. Потому что потом нам объяснят, свалка это или не свалка, когда мы штрафы. Да, потому что придут правоприменители составят соответствующий протокол, и это опять будет вот так само штраф. Ну, слушайте, ну, а сейчас я хочу вернуться к цветку вечной любви, как у меня муж говорит, да, это борщевик. Потому что он прорастает везде и всюду, и борьба с ним, она не прекращается на протяжении, наверное, уже десятилетий, да, и я также сталкиваюсь с этой проблемой. Этот борщевик растет и на личных участках, и на муниципальных участках, да, люди борются, борются, покупают, химия, кстати, очень дорогая для выведения борщевика, да, и некоторые, допустим, себе пожилые люди не могут позволить такие суммы тратить на одну бутылочку 2-3 тысячи рублей. И это далеко не факт, что через два года он у вас опять не появится, потому что эти, да, сразу неоперативно реагируются, да, и через два года, вот вам казалось, что их вытравили, это я на своем опыте жизненно вам говорю, да, и я так радовалась. И через два года у меня прямо рассвели все святки любви вечной на моих участках и за моим участком. Вот у нас с соседями тоже сейчас вот идет вот эта вот ликвидация этого борщевика. Возникает вопрос, за это штрафуют? Вот когда приходишь в администрацию, ой, мы вас оштрафуем, да, но большинство-то борщевика вообще муниципальной земли принадлежит, откуда все и летит. Ну, в основном, семена оттуда, причем распространяется именно этими семенами, растение-то однолетнее, да, то есть если его скосить единовременно по всей территории, то его не будет. Но это сделать практически невозможно. Вот люди просто интересуются. Вот пришла такая проверка, да, и неожиданно вот сказала, ну-ка платите-ка штраф за свой борщевик. Вы когда вот это уничтожали и так далее. Вот что в этой ситуации делать? Ну, на территории города Двери определено правилами благоустройства. Сколько можно на своем участке разводить? В каком объеме можно на своем участке разводить борщевика? В каком уже нет. Это уже интересно. В каком же объеме? Это тоже поштучно, как с ипомией. Практически да. То есть правила благоустройства города Двери, ну, на примере определено, что там один кустик может располагаться размером до 20 сантиметров на территории 10 квадратных метров. Все. Вот что больше, это уже... Я знаю особенность борщевика. Да, его быстроту расчет. Буквально пару недель. Ну, соответственно, да. Если человек не занимается своим участком и там не скашивает, не осматривает, что там растет, не растет, соответственно, превысить вот эту норму очень легко, собственно. Все, что больше, необходимо принимать... Мне вот сейчас вот ставят общий штраф 500 рублей, а вот в Московской области уже действует 5000 рублей. И вот люди говорят, буду я платить за то, что я покупаю постоянно в Лерва Мерлену вот эту вот жидкость, да, удаляю постоянно этот борщевик, а он растет. А настрой дороже получается. Конечно. Штонки 500 рублей заплатить или вот как вот... Уничтожать борщевик можно любыми способами, не только... Кстати, кошением. Да, это может быть скос его регулярный на своем участке. Я вот, например, не знаю, существует ли вообще практика вот этих штрафов именно за сорные растения, за борщевик? Нет, не располагает такой. Не могу сказать. Не видела таких обращений. Либо что привлекли, либо что не привлекли кого-то. Вот. Согласна, что органы местного управления у нас тоже ежегодно закладывают денежные средства на борьбу с этим замечательным в кавычках растением. Но, соответственно, учитывая, что если мы едем по какой-то трассе, у нас вдоль этой трассы полно его, соответственно, семена везде его, машины его перевозят, соответственно, даже если где-то там год назад его не было, никто не будет брать на себя ответственность о том, что через год, через несколько месяцев даже на другом участке не появится растение. Соответственно, для того, чтобы его искоренить, надо делать это регулярно. Хорошо. Давайте еще дальше пробежимся. Это тоже очень часто распространенно. И достаточно тоже есть судебная хорошая практика на этой теме. Нарушение правил противопожарной безопасности на участке. Штраф размеря 2 до 3 тысяч рублей. Если на даче что-то загорелось, 5 тысяч рублей, сумма ущерба которой нанес пожар. Потому что, на самом деле, с одной стороны, я очень рада, что у нас стали регулировать эти вопросы, потому что это действительно очень часто. Вот сейчас уже сточилось правило установки мангалов и так далее. Потому что это прям беда бедой. И я хочу вот здесь дать, наверное, пояснение, что это касается не только дачников. Вот у нас в статьях всегда пишут люди, дачников, дачников. Это касается, я так понимаю, владельцев любой категории земли. Всех. Чтобы люди четко себе запомнили, что надо все-таки почитать эти нормы для того, чтобы полностью себя обезопасить. Участки часто бывают очень узкие. И вот эта норма, которую установили 4-8 метров от дома и так далее, иногда действительно очень сложно его расположить. Но тогда его надо, соответственно, по стороне ветров расположить и как-то его оградить. Многие, кстати, это очень нарушают. Поэтому, уважаемые зрители и наши слушатели, пожалуйста, обратите у себя внимание на земельном участке, как расположен, допустим, ваш мангал. Или если вы планируете сжигать мусор, насколько я знаю, какое-то время вообще что-то запретили. Потом вроде сейчас опять новые правила, чтобы оно должно быть качественно все ограждено. Обязательно должны там находиться лица, которые за этим присматривают. Ну, присматривают, да. И какая-то очень большая норма от соседей, от ближайших деревьев. Иногда действительно просто на своем участке. Но нет такого нормы. Мне вот не показалось, что там значительное расстояние. Мне кажется, его можно все-таки соблюдать. Но важно понимать то, что есть еще такой режим особый противопожарный. Вот в этот период можно быть крайне аккуратными. У нас же водятся иногда такие режимы. И там лучше вообще ничего не делать. А у нас вот часто по собственной деревне наблюдают ветер, жара, и люди начинают жечь сухую траву. Не понимаю и, наверное, не пойму никогда, но такие факты есть. Я знаю пример, когда пал такой травы сухой, когда лень было, видимо, сходить и покосить, плюс она сухая. Зачем это делать? Привел к сгоранию полного жилого помещения этих лиц. Ну, соответственно, на этом дачный сезон их закончился. Здесь, конечно, где-то возмещение ущерба. Это малонаселенная деревня, крайняя, соответственно, с большим расстоянием. Хорошо, разрешите мне продолжить быстренько. Вот тоже у нас, как и с пьянком, цветочком, вот тоже такой мем у нас был. Теперь у нас запрещено мыть автомобиль на участке. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей в соответствии с региональным законодательством. Почему-то это всех так вот возмутило. Я, честно говоря, никогда не мыла машину на своем участке. Мне кажется, что вот какой штраф здесь от 3 до 5 тысяч, так дешевле его помыть в автомойке, как я всегда даю. Особенно на самообслуживание. Да, на самообслуживание. Что, в общем-то, делают на отдачном участке. Большинство людей, да. Ну, вот я хочу предупредить наших зрителей и слушателей, что, пожалуйста, воспользуйтесь автомойкой. Тот, кто любит у себя мыть. То есть, я думаю, что вы со мной согласитесь, и прокуратура, и адвокаты. Однозначно. Да, чтобы... То есть, сосед может у вас, спокойно на вас заявить, и вот такой будьте готовы заплатить штраф. Дальше тоже не новая вещь. Самозахват и незаконное присвоение земли. Штраф граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. Но не менее 5 тысяч рублей. Казалось бы, это такая норма. Я так поняла, что она только увеличилась. А в связи с тем, что у нас в Тверской области вообще кадастровая стоимость земельных участков поднялась, я думаю, что тоже стоит на этом обратить внимание. А что, кстати, является самозахват земли вообще? Как это понимать? Установка забора, например. Так. Что считается? Не на своей территории. 50-40 сантиметров, да? Вот что? Я знаю, что кадастровая погрешность... Есть погрешность, это в районе, мне кажется, 10-15 сантиметров. Я что слышала от кадастров, что в судебном порядке до 40 сантиметров может быть погрешность. Ну, не скажу, потому что слышала разные версии. Обычно кадастровые инженеры говорят 10 сантиметров. 10-15, да? Я думаю, что это действительно как погрешность будет расценено. А вот я так понимаю, что речь идет о тех случаях, когда владелец участка ВСНТ несколько метров прилегающего и на первый взгляд заброшенного участка себе так прихватил, огородил, возможно, эту территорию, и потом выясняется, что это не совсем его. Это могут быть, видите, какие-то муниципальные земли и чьи-то, находящиеся в собственности. Здесь тоже нужно быть аккуратным и понимать, что это наказуемо. Наказуемо. Хорошо. Так, услышали вас. Строительство незаконных построек. Штраф от 5 тысяч рублей физическим лицам. Вот как раз возвращаясь к тому, как признать незаконная постройка. Что это незаконное? Сейчас мы все постройки должны тогда свои регистрировать, получается. Если мы их не зарегистрировали, они, что, считаются незаконными? Ну, в теории, наверное, это так. Вот как на практике будет, не знаю. Екатерина Николаевна, как считать законно-незаконная постройка для физического лица на своем частном участке? Ну, если на своем частном участке, то мы можем строить постройки различные. Соответственно, тут зависит от того, насколько масштабна эта постройка. И, соответственно, является ли она действительно хозяйственной постройкой, там, не знаю, для складирования дров, еще там каких-то не сильно нужных вещей, но которые нам все-таки нужны. И не является ли это другим объектом каким-то, который необходимо регистрировать и необходимо получать разрешение на эти строительства, например. Хорошо. Так, тогда, значит, такой очень, и для меня очень такой, хочу, прошу, Валентина Николаевна, я вот этот вопрос лично вам задам, как в соц. прокуратуры. Закон тишины для частного сектора. Мы так много знаем про многоквартирные дома. Я очень хочу послушать, что вы нам расскажете о законах тишины, когда люди приезжают на свой участок, будь он дачный, будь он постоянного проживания, да, круглогодичного. Это же ведь желание жить на природе, созрицать ее, тишина. Ну, какие-то временные праздники там и так далее, дни рождения, это все понятно. А когда это происходит ежедневно, строительство бесконечное, да, кто-то у нас любит там радио послушать, так что могут окна трещать. Вот как вообще работает закон тишины у нас в Тверской области для жителей земельных частного домостроения? Ну, значит, хочется отметить, что вообще требования к тишине, к ее соблюдению определены у нас региональным законодательством. То есть у нас на территории Тверской области будет действовать наш закон Тверской области. Соответственно, если мы выезжаем на территорию других регионов, будь то соседних или любых других, в каждом субъекте будет свой закон, то можно, что нельзя, и с какого времени, соответственно. Значит, что касается нашего закона о нарушении тишины, это 8 ЗО, определено, что у нас тишина должна начинаться с 23 часов, вне зависимости от того, будний или праздник, или выходной день. А заканчиваться она должна, если это будний день, то в 7 утра, если это выходной или праздничный день, то в 10 часов утра. В 10? Выходной? В 10. Все, я это запомнила всегда. Да, соответственно... Выходной — это суббота и воскресенье. Да, и праздники туда же включаются. И праздники. Да, нерабочие праздничные дни. Соответственно, законом Тверской области у нас определено, что эти требования у нас будут обязательно на территории населенных пунктов. Это я бы хотела отметить отдельно для того, чтобы определить, подпадает земельный участок, на котором шумят соседи, например, под эти требования, или нет. Соответственно, если у нас дом и земельный участок находятся на территории населенного пункта, то требования вот эти будут действовать. Если это не населенный пункт, соответственно, по буквальному трактованию закона уже эти требования не действуют. То есть можно шуметь сколько угодно. Ну, как бы, получается, да. Тут надо, наверное, как бы определиться, если у нас СНТ, да, все соседи знают друг друга, либо почти все, соответственно, если мы хотим, чтобы наши права, и в том числе право на тишину, и хорошее времяпрепровождение соблюдали соседи, соответственно, мы должны соблюдать и их права на это. То есть, соответственно, у нас могут быть какие-то праздники, но нерегулярные. Нерегулярные, да. Ну, я понимаю, что у человека там может быть свадьба, день рождения, там, ну, пожалуйста, да, это там вопрос одного дня, и ты как бы с уважением к этому относишься. Может, даже еще пойдешь и поздравишь человека. Но когда это происходит на регулярной основе, то есть человек не считается с твоим мнением, да, то есть вот вы говорите в субботу, воскресенье с 10 утра, да, а вот там с 7 утра у нас аж так начинает музыка, да, кричать, что ты вот соскакиваешь и думаешь, вот как это вообще, да. То есть вот я даже бы не додумалась в такое время вообще, когда ты просыпаешься там, и как-то вот это. Есть этим же законом определены исключения некоторые из общего требования по вот периоду тишины. Соответственно, не является нарушением тишины у нас богослужения, всякие ритуальные обряды. Соответственно, не является празднованием Нового года с 31 декабря по 1 января, однозначно. Вот, соответственно, действия, которые направлены на уборку территорий. То есть вот мусоровозы приезжают, часто, я думаю, ну вот кто, у кого чуткий сон, конечно, беспокоит, наверное, этих лиц, там, что машины приезжают, соответственно, забирать мост в 5 утра, в 6 утра. Но, соответственно, здесь целевой подход, что в это время в основном еще население там никуда не уезжает на работу, соответственно, более свободные дороги, более свободные дворы, никому не они не прощают. Ну, это не происходит на каждой дневной основе, да. Вот, соответственно, ну вот такие установлены ограничения. Все. Хочу для себя пометить, что, значит, будние дни это с 7 утра до 23, да, то есть вот это вот период, и нельзя шуметь. А выходные дни это у нас с 23 до 10 утра. Все отдыхают. А у меня практический вопрос, а как с этим бороться? Да, вот я хотела спросить, как я вот должна вызвать участкового, он приедет через месяц, а как я ему должна доказать, проведет воспитательную работу? Ну, зачастую, да. Если они не зафиксировали, если сотрудники полиции не зафиксируют факт нарушения, то, соответственно, это только профилактическая беседа. То есть он приедет ко мне у участкового, я не верю в это, вот честно вам хочу сказать, он, наверное, еще сам спит в это время. Да, то есть как бы, вот как я могу, с помощью чего, видеонаблюдения, фиксации, как, что это сделать? Показания других соседей. Возможно, вы в доме живете не одна, соответственно, это же слышат и другие лица. Вот, соответственно, сбор доказательств и... А есть ли брак? Чтобы отдохнуть, надо еще... Привлечение лиц, нарушающих тишину ее. Много? Да. Ну, много-немного я не могу вам сказать, но есть. Так, и у меня вот еще такой вопрос. Очень тоже наделал много шума. В 24-м году в России вступает в силу новые правила пользования дачи. Мы уже с вами говорили, что дачный сезон у нас начинается с 1 апреля и заканчивается 1 октября. И в частности, в законодателе определили время, когда дачей можно пользоваться, а когда нельзя. И вот тут у людей возникает куча вопросов. Конечно, вот как мы в самом начале говорили, это исключительно относится к СНТ. Да, то есть данный вот этот вот закон. Но мы знаем, что в СНТ могут люди и прописываться, иметь прописку и проживать круглогодично. И вот тут люди начинают просто спорить, как это так? Меня отключат водопровод, все отключат, да? А я здесь прописан, я здесь живу. Таковы правила выставляет председатель СНТ, да? Потому что я так понимаю, что он заключает на обслуживающие документы, оплачивает, считает за электричество и так далее. И то есть получается у людей вот этот вот произошел когнитивный диссонанс, да? Что получается в этой ситуации? Что вот, значит, я живу здесь, кто-то хочет постоять, а кто-то хочет и зимой на Новый год приехать, да? И, соответственно, что у них не будет ни водички, ни света, ни газа. Как это вообще происходит? Вот как, что говорит законодательство, чтобы прояснить людям, да? Ну, если обратиться к законодательству, опять же, нормы достаточно свежие. Правоприменительной практики, я думаю, еще до сих пор по ней нет. Здесь ситуация такая. Никто, естественно, не может запретить пользоваться своим земельным участком и домом. То есть приезжать туда в период и после 1 октября, и до 1 апреля. Но владелец земельного участка в СНТ должен понимать, что в этот период будут, скорее всего, отключены всякие коммуникации. То есть не будет электроснабжения, водоснабжения для чайных СНТ, в которых это присутствует. И юристы, как я говорила уже, да, у нас нет единобразия, но здесь уже все пришли к единообразному мнению о том, что, скорее всего, никто не сможет заставить включить электричество и водоснабжение в период, когда дачей, как говорят, сейчас запрещено пользоваться. Конечно, это не запрет, но технически этим воспользоваться будет сложно. Пожалуйста, приезжайте в свой дом, а любуйтесь на него, но не более. А вот что касается действительно тех, кто зарегистрирован в этих домах, то вроде бы как в силу закона для них должны быть обеспечены эти коммуникации. Конечно, нарушают их право. Если честно, я не представляю, как будет решать этот вопрос, потому как, ну, мне известно несколько лиц, которые действительно имеют постоянную регистрацию именно в СНТ, которая в полном мере, в полном праве может воспользоваться и отключить все эти коммуникации. Я пока не знаю, как будет решаться этот вопрос. Потому что вот это всех удивляет. С одной стороны, если я там прописана, да, условно говоря, там, я живу там круглогодично, у меня есть это право жить в своем собственном доме, и в зимнее время мне никто не имеет права отключить это топление, да, то есть это просто нарушает мои права вообще. Да, все так. Вот этот вопрос, я думаю, что, наверное, только уже практика может показать, да, так как это вот только с 24-го года. Я думаю, что вот этот сезон, наверное, вот как раз... Ну, естественно, начнут поступать жалобы от владельцев. Да, так что, уважаемые зрители и слушатели, если вы будете сталкиваться с таким вопросом, да, то есть, пожалуйста, их озвучьте, если у вас будет такой опыт, потому что вот очень хочется разобраться, как же на самом деле эта норма будет действовать. Ну, прям вот мне, честно говоря, очень дачников так по-своему жалко, да, потому что я знаю, что люди, ну, настолько любят свой там, да, дом, пускай он даже и дачный, что любят приезжать и навещать его очень часто в течение всего этого года, не только в дачный период. Ну, придется ставить печки и топить их. Ну, я думаю, что да, люди, конечно, как-то выйдут из этой ситуации, но без воды, например, остаться в Новый год, я думаю, что это тоже сложный момент. Я хочу вас поблагодарить за участие, да, то есть я думаю, что наши зрители и слушатели получили от вас достаточно полезной, много информации, поэтому, уважаемые зрители, разрешите мне с вами попрощаться. У нас сегодня в гостях была Валентина Николаевна Титова, вот, и наш адвокат Оксана Дмитриевна. До новых встреч, удачного вам дачного сезона, хорошего урожая и богатого урожая. До новых встреч.